друзья всем привет ну что как говорится хочу джип а денег нет давно собирался снять я это видео есть на стоянке у нас четыре автомобиля мини джипиков сейчас мы по каждому пройдемся я вам расскажу сколько они стоят ну и конечно же конечно же мы на них посмотрим вот так начнем наверно с вами стариуса пробег я вот записал себе пробег 94000 автомобиль стоит 440 тысяч рублей derius kit есть тариус киды они идут объем двигателей 07 turbo да есть 13 но 13 если честно давненько не встречал по пробежным автомобилем да они есть такой небольшой мини джипик для города у меня кстати был такой автомобиль в пользование здесь кстати у нас автомат автомат и стоит еще грэм ремешок багажное отделение небольшого объема углубления никакого там нет есть вот такая вот ниша как обычный компрессор сюда можно засунуть здесь идет пластик вы знаете вот пластик он идет не как в новых автомобилях он такой идет помягче он меньше подвержен именно исцарапыванию задние сиденья складываются конечно сейчас покажу как сзади место если честно маловато детям сама то у меня жена на нем ездила блин милая реально милое дело для детей так сейчас вот такая есть трансформация салона у него ну естественно задний подголовник у нас убирается отсюда получается ровный пол тем самым спать конечно здесь не получится но багажное отделение увеличилось довольно таки неплохо то есть спинка видите да и можно отрегулировать под 90 градусов ну и поставить под нормальный угол кстати если мне не изменяет память вот эти подголовники вот эти подголовники они подходят на миру с потому что мира есть бывает приходит без подголовников дверная карта несмотря на то что автомобиль относительно недорогой до бюджет класса здесь не тканевая вставка и пластик идет тоже мягкие чистенький салончик у автомобиля сзади есть предусмотрен два кармашка сетчатые и получается второй ряд сидений он расположен немного выше чем первый ряд сидений плюс этого автомобиля потолок да вот он тоже из такого из материала как пластик обратите внимание многие даже не знают вы ездите на своем автомобиле у вас постоянно открыто окно ребят откройте свое окошко да и посмотрите на потолок вот здесь у вас будет все черное темное серенькое очень удобно чистить назад я присаживаться не буду автомобиль чисто не хочу пачкать вот но видите да сколько здесь места также друзья чем плюс второй ряд сидений он раздельно то есть мы можем сложить по отдельности спинки посадить допустим три человека сюда и здесь перевести какой-то груз это очень удобно стеклоподъемник сейчас его внешний вид покажу дверная карта пассажира и водителя тоже в соотношении где-то наверное 60 на 40 тканевая вставка и пластик ручки такие под хром сделаны знаете что мне нравится сейчас сяду на водительское место вот там места много реально много я даже когда ездил у меня вот эта сидушка не до конца была отодвинута интересного плана такие сидения лифта здесь никакого нет ни у водителя ни у пассажира просто регулируется спинка ездит вперед-назад здесь тоже пластик идет мягкий небольшие вот такие вот дуйки бардачок документы лежат здесь тоже да он говорю пластик мягких но защитные козырьки тоже вот из такого материала который очень легко чистится вроде солнца нет а слепит у него неплохой клиренс у автомобиля 4 воды вот этот рожок очень удобно где-то вот парковаться размер колес на данном автомобиле так резина зима 175 80 на 15 вот этот обвес практически не занижает клиренс высоту автомобиля за счет короткой базы легкого веса ну не полноценный джип но поверьте едет едет довольно неплохо такие хорошие места можно на нем заехать я это знаю все раз повторюсь что у меня был такой автомобиль так немного потерял вот она вот он собственно сам двигатель турбина все четко ясно удобно доступно подкапотное пространство нет такого знаете там как в субаре там все понатыкано понапиха на здесь все четко вот он сам грм стоит конечно случай покупки автомобиля с грм нужно грм обязательно проверять потому что если он рвется есть вариант поменять двигатель и об и так сидушка водителя сейчас до конца нормально сидеть вот серьезно прям нормально место мне здесь хватает особенно вот по длине простой автомат ручник где положено мультимедиа стоит обычная руль такого плана здесь вот подсветка по видите все все дешево сердито да вот такой вот бесключевой доступ можно назвать 84000 такая сколько сказал 94 ну я так понимаю это это его родной пробег зеркала здесь складываются у нас регулируются включение туманок дальше включение 4 воды аварийка задний дворник включается вот здесь немного необычно обычно все привыкли включать его здесь какой-то ремешочек свистит навесной но это тоже не беда это можно поменять есть также корректор фар кто не знает корректор фар это не влево не вправо это вверх вниз так ну зеркала нужно обратно разложить кондиционеры есть во всех японских автомобилях во всех вот я был немного удивлен года полтора назад когда у меня был когда премию покупали вот прикуриватель есть не на всех автомобилях не прикуриватель давайте будем называть розетка 12 вольт вот не на всех тогда я удивился но кондиционеры есть на всех по высоте тоже места хватает есть вот здесь вот такая вот ручка ну не знаю зачем она я привык рулить как-то правой рукой 4 стеклоподъемником говорил такие автомобили ну если честно если честно их мало так сейчас проверю стоимость проверю стоимость стоимость у нас получается ребят 440 тысяч рублей за данный автомобиль переходим к следующему это у нас идет suzuki джимми сейчас телефон выключил чтоб не мешал suzuki джимми есть у нас 1 и 3 версия есть версия 07 перед нами стоит 07 так 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 сейчас я посмотрю по стоимости и так это у нас 2014 год стоимость 690 тысяч как видите это уже три двери другой внешний вид поклеен су кажется то что он выше установлено у нас туманки та же самая ноздря рожок хорошая резина модный такой брызговички сзади у нас идет запаска кстати нотариусе тоже не сказал не указала то что есть запаска что у нас еще тут имеется белый обычный практичный цвет состояние рамы он равный начиная с багажного отделения по объему она примерно такой же как и в тиреусе второй ряд сидений тоже спинки идут раздельные вот так в отличие от тиреус а здесь у нас нет ровного пола здесь у нас есть такая вот небольшая ступенька тоже идет пластик это же он идет мягкий есть у нас под стаканники но место здесь конечно же конечно меньше чем в тиреусе на втором ряду сидений чтоб отодвинуть кресло есть рожок не рожок до рычаг ножной нажимаем переднее сидение у нас отъезжает двигатель тоже 07 тоже идет turbo микрофон забыл я в другом автомобиле не знаю тут придумал куда ветрозащиту как это получится пластик очень маленькая тканевая вставка ручка стеклоподъемник резинка вот такая сделана там фальшвейер спрятался это не чехлы это идут сидения приятный материал такой на ощупь идет вот это вот что такое колонка это сабвуфер здесь тоже airbag тоже идет пластик тот же самый бардачок вариатор до автомат после рестайла у нас идет раньше был рычаг здесь идет кнопочное включение 4 воды и блокировки 07 ну двигатель я вам скажу в хорошем состоянии да вот на первый взгляд такой в принципе он прям прям таки не ржавенький тоже удобно в плане доступа по двигателю внешний вид повторители есть штатные ветровики естественно заводится с ключа на коробке такое милое дело также складывание зеркал здесь идет регулировка туманки корректор фар есть пепельница который не надо пользоваться подогрев есть кондиционер как я уже говорил есть температура стрелки я называю это механически это очень удобно это лучше чем лампочка пробег здесь указано 61000 потолок здесь уже идет такой тканевой козырёчки к эта штучка японская есть даже зеркало понятно то что можно поставить камеру заднего вида знаете что мне здесь нравится вот допустим берем тереус у него морда такая вот как бы вниз до идет немного наклонена именно сам капот а здесь он идет более прямой то есть я вижу угол до конец капота ну реально в габаритах габаритах ему привыкать не надо будет сел как говорится поехал воды включил на рыбалку милое дело да угодно ну по заду по вот вот так вот кстати вот многие спрашивают прайса fix наверно надо уделять этому вниманию камера заднего вида видеть где вмонтирована задняя стекло то есть получается вид такой у нас сверху постоянно он идет задний привод можем с вами включить 4 воды то есть я слышал что она подключилась у нас загорелся загорелся индикатор все автомобили заднего привода превратился автомобиль 4 воды также можем включить понижайку в целях экономии в целях экономии конечно же все ездят на заднем приводе также просто нажатием одной кнопки у нас автомобиль обратно превращается в задний привод что это такое господи что-то там у нас зашумело но это похоже похоже на колонку наверное да никак не на вентилятор но почему это что-то у нас зашумело я не знаю если честно так вода выключили кондиционер у нас работает по месту ну так давайте сейчас вот так мы с вами сделаем вы знаете что я хочу сказать в тариусе место побольше именно вот по длине да да и как то вот между ногами здесь как-то потеснее себя немного чувствуешь зеркала заднего вида вида как видите квадратный и они знаете вот они в меру такие не широкие невысокие ну прям офигенный доступ вообще четко видно что тут есть еще интересного в принципе в принципе наверно все цена конечно такая немаленькая да за этот автомобиль но тем не менее как ни крути это все таки все таки джип так давайте перейдем следующему автомобилю носки по моему стоит нет тоже джимик стоит сейчас посмотрю по цене его одиннадцатый год 570 тысяч неплохое литье так резина не сказал на этом джиме кида какая стоит установлена 175 80 на 15 на этом 175 80 тоже на 15 здесь у нас имеется ну я так понимаю это уже сами сделали да хотя в принципе она как по штатному установлена зеркала заднего вида я уже говорил то что это реально удобно и камера в принципе заднего вида не нужно парковаться будем открывать в принципе принципе один в один здесь да все то же самое серенький он как-то знаете поинтереснее смотрится автомобиль него такого плана прям нравится цвет хотя белом по практичнее будет но опять же каждому свое все то же самое так ну наверное давайте отодвинем назад немного здесь сдвигается но практически вперед туда уезжаем ну и вот мы собственно видим да место место очень мало здесь местом давайте покажу сколько там у нас место так ну честно я думаю без комментариев да как бы все понятно если мы немного потревожим водителя переднее сидение отодвинем вниз мой вниз туда да то конечно я выдержу здесь я просижу насколько я здесь просижу короче говоря еще раз повторяюсь чисто только для детей это смотря какого возраста допустим десятилетним уже будет реально здесь сложновато высокая крыша головой никуда не бьюсь как-то узнаете наверное даже отодвинуть водительское сидение все равно будет тесновато вдвоем здесь и короче говоря детям и все других вариантов здесь нет так но я как обычно знаете да то что я могу разуться мне как бы не сложно это сделать я за чистоту в автомобилях так дальше у нас идет красненький nissan kicks pajero mini то же самое штатное литье 175 80 на 15 также есть запаска там у нашел пластик здесь просто идет чехол на данном автомобиле установлены рейлинги можно поставить прикрепить багажник по багажному отделению друзья все то же самое чем-то напоминает terios kit сидение тоже раздельные также складываются и здесь получается ровный пол место сзади также как и в предыдущих автомобилях сейчас водительское сидение подвинуто вперед поэтому кажется что сзади место больше осень потихоньку подкрадывается к нам девятый год 4 воды turbo сам двигатель тоже неплохое состояние вот есть автомобили нам это есть нет здесь уже есть такой лифтик сидений да можно повыше пониже опустить естественно вперед назад обычный простой автомат руль пластиковый по месту сравнимая наверно стариусом сравнимо рычажное включение раздатки у нас 4 воды магнитофон обычный здесь у нас идет два бардачка три с половиной балла он 111 тысяч пробег окрас по левой стороне я так понимаю это его родную аукционный лизь верхний нижний бардачок добавились у нас подстаканники панелька такая знаете стало менее квадратным такая по современнее тоже высокая крыша высокий потолок у нас здесь ключи нам оставили подогреве теги спрятался снизу тоже самое туманочки корректор фар складывание зеркал я знаю то что на некоторых автомобилях на некоторых автомобилях европейского производства да даже не везде есть кондиционер и не везде складываются зеркала у нас это по моему кондиционеры есть везде зеркала не складывается по моему на на мире на грузовой тому на самой простой комплекта шки там у нас не складываются зеркала 111 пробег есть тахометр есть спидометр и очень мало бензина автомобиля так магнитофон по моему говорил да то что можно поставить другой друзья вот такое вот небольшое видео про мини джипики получилось даже не знаю что вам еще сказать показать по стоимости примерно понятно но опять же смотрите что касается стоимости автомобиля да это я вот сейчас был на одной стоянке скажем так у одного продавца здесь цена одна где-то в другом месте цена может быть другая все зависит от состояния где-то лучше где-то хуже запомните одно да дешевая хорошим не бывает то есть допустим просто утрирую да если такой автомобиль если кикс хороший будет стоить 600 тысяч да то за 500 тысяч нормальный вы не купите также я вам хочу напомнить автомобили смотрите автору авито вот уже сколько видео подряд говорю но не скидывайте мне машины совета со второго вот сегодня просыпаюсь утром опять совета машина накидали хорошо скинули совета значит сами звоните продавцам договаривайтесь говорите то что приедет человек проверять машину узнавайте автомобиль в наличии либо нет ну что я сколько не звонил постоянно какой-то развод вот если этот автомобиль есть и на авито и на дроме то это не разводняк а если вы заходите просто на авито а на дроме этого автомобиля нет то 99.9 то что то что вас просто разведут и так зашли на дром нашли автомобиль скинули ссылочку я поехал его проверил уже неоднократно говорил давайте какую конкретику в плане сколько стоит форестер друзья ну какой форестер что вы хотите получить от автомобиля берем два одинаковых автомобиля в одинаковой комплектации до одинаковое состояние кузова пускай кузов весь целый будет так вот автомобиль с пробегом там 50 тысяч он стоит грубо говоря миллион восемьсот автомобиль с пробегом там 150 тысяч он стоит на 100 тысяч дешевле очень много нюансов состояние кузова пробег комплектация ну естественно естественно это год автомобиля и самое главное выясните хорошие дешевым не бывает далее что касается автомобилей который я снимаю я не знаю их состояние то есть я вот сейчас прошел я снял вот эти вот 1 2 3 4 4 автомобиля но я же не смотрел я же не проверял я сканер не подключал я на машине не катался я толщина мер не доставал вот передо мной лежит аукционный лист я что увидел что увидел да я вам сказал то есть 111 тысяч пробег как раз по левой стороне но по идее по идее это должен быть его аукционалист потому что как правило если аукционники подделывают их подделывают там на 4 на 4 с половиной балла пробеги скручиваю там под 60 под 70 под 80 тысяч да но 111 тысяч не туда не туда не сюда вот вот такое вот небольшое видео у нас получилось обязательно подписывайтесь на мой канал нужна помощь звоните пишите обращайтесь и хотел вот каждое видео каждое видео хочу сказать и все про это забываю друзья очень большой поток автомобилей через меня проходит и я просто физически я не успеваю снимать все автомобили сейчас все популярнее популярнее становится instagram вот в инстаграме истории выкладываются каждый день там ну не все автомобили не все потому что на это нужно время но очень много да какие забираю периодически тоже туда попадают такие небольшие отрезки сцены попадают какие-то новинки да но вообще в принципе там жизнь так что тоже подписывайтесь на instagram название инстаграма я обязательно прикреплю ну я думаю то что вы увидите и постараюсь не забыть прикрепить его в описании канал на сегодня все всем хорошего настроения всем